Первый контакт Путина и Зеленского по инициативе украинской стороны. По данным Кремля, по телефону обсуждались вопросы регулирования на юго-востоке Украины и совместная работа по возвращению удерживаемых лиц, а также возможность продолжения контактов в нормандском формате. По словам самого Зеленского, ключим вопросом было освобождение украинских моряков. В чем смысл этого разговора? Телефонный разговор Путина с Зеленским. Обеседу инициировал Киев, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Обсуждались вопросы регулирования на юго-востоке Украины, совместная работа по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц и возможности продолжения контактов в нормандском формате, сообщил Песков. А в офисе Зеленского сообщили заявили, что ключевой темой разговора был вопрос освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Нынешний разговор, первый контакт Путина и Зеленского после избрания нового президента Украины. До этого у них не было ни телефонных, ни личных разговоров, ни обменов письменными посланиями. В Киеве позитивно воспринимает первый разговор президента, говорит директор Центра политического анализа ПЕНТа украинский политолог Владимир Фисенко. Есть масса текущих тем, вопросов, причем очень злободневных. В первую очередь для Зеленского главным приоритетом является освобождение наших моряков, которые находятся сейчас в заключении в России. Конкретные, текущие, но очень злободневные вопросы, которые касаются прекращения военных действий на Донбассе. Это я просто некоторые вопросы назвал, которые надо обсуждать уже сейчас. В принципе, Зеленский, который обещал, что он не будет затягивать приговоры, не будет активно активизировать, подталкивать эти приговоры. Вот он это обещание выполняет, так что все нормально. Хорошо, что и Путин активился в данном случае, потому что тактика в ожидании затягивания, она была очень очевидна. Нас обратили на это внимание, плюс явное подыгрывание партии Медведчука. Но тот факт, что все-таки такой разговор состоялся, это уже такой маленький положительный сигнал. Я надеюсь, что все-таки вопрос о моряках и других заключен будет активизация и возможно все-таки будет решен. Владимир Фисенко. И телефонный разговор Путина с Зеленскими. Недавний визит в Москву Медведчука. Это борьба за электорат Востока Украины. Такое мнение в эфире «Бизнес.ФМ» высказал гендиректор фонда национальной безопасности Константин Симонов. С ним беседовала Татьяна Калинина. Очевидно совершенно, что этот разговор нужен прежде всего Зеленскому и нужен он накануне выборов в Раду. И все-таки очевидно совершенно, что меняется постепенно политическая палитра на Украине и опять растет вес электората Восточного. И повестка, которую Зеленский предложил на президентских выборах, в отличие от повестки Порошенко, мы видим, что она получила 75 примерно процентов голосов на 25. То есть повестка Порошенко какая? Война, вера, додавим Россию, Россия враг-агрессор. Повестка Зеленского абсолютно иная. Посмотрите тот же знаменитый сериал «Слуга народа». Там вообще нет России, там нет Крыма, там нет Путина, там нет войны. Там есть только разрушенная, униженная Украина. Униженная не русскими, а собственными коррумпированными властями. Народ, доведенный до отчаяния. Там только экономика, там только тема, как вообще перезапустить это государство, которое само виновно в тех бедах, которые есть. Президент Голобородький говорит на русском языке. Очевидно совершенно, что это уже была апелляция к электорату Востока Украины, прежде всего, и Зеленский за него сейчас борется. И мы видим, что все-таки идет конкуренция за эти голоса со стороны Зеленского и Медведчука. Кстати, вот сегодняшний разговор, может быть, ну, помимо того, что он спешит перед выборами в Раду, может быть, как-то связан с тем, что Медведчук встречался накануне с Медведевым и газовую проблему в том числе обсуждали. Это же одно и то же, потому что Медведчук-то приехал не просто так, он тоже приехал показать свои аргументы перед выборами в Раду, потому что, в принципе, у него неплохие шансы на второе место. Понятно, что Зеленский выиграет выбор, но там вопрос решается с точки зрения расклада голосов и, соответственно, возможности сформировать правительство. Поэтому то, что Зеленский борется за голоса Востока и борется с Медведчуком, это очевидно. Медведчук приехал, он свои аргументы предъявил, да, вот у меня есть прямой диалог, да, там есть вот возможность договориться, прямые закупки газа, при всей, там, конечно, относительной мифологичности этих историй, тем не менее, он показывает, что у меня есть прямой разговор с Россией. Зеленский, несмотря на все вот эти там жесткие заявления, типа там, да, мы все равно, значит, это вернем, сепартистами говорить не будем, тем не менее, сейчас повторяю, выиграл-то он на другой повестке, на повестке, где нужно прежде всего заняться экономикой, страны, и если это полезно экономике страны, нужно, наверное, и с Россией как-то менять формат отношений, в том числе и в экономической плоскости. Поэтому ему нужно показать восточному электорату, электорату Востока Украины, что у него есть возможность говорить с Пучиным. Константин Симонов, паритолог, доктор исторических наук Валерий Соловей согласен с тем, что телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Зеленского, связан с предстоящими парламентскими выборами на Украине. Когда Зеленский шел на выборы, которые он с успехом выиграл, он обещал украинцам, что он, в отличие от Порошенко, сможет решить ряд вопросов в взаимоотношениях с Россией, прекратить войну, добиться обмена пленными и, в общем, улучшить отношения. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство – это подготовка к парламентским выборам. Здесь надо Зеленскому просто демонстрировать, что он не просто обещал, а что он смог что-то сделать, поэтому он вынужден проявлять инициативу. Понятно было, что его предложение провести большую встречу в Минске в нормандском формате было слишком залихватским для того, чтобы на него позитивно откликнулись. Вот так и состоялся этот разговор, и его повестка, как мы понимаем из сообщений кремлевской пресс-службы, была ограничена, то есть ограничена гуманитарными вопросами. Это позитивные факты очень, потому что, вне зависимости от того, достигнуты соглашения, недостигнуты, личное общение президентов – это очень важный шаг для начала движения по этому пути. По пути, ну если не нормализации, то хотя бы какого-то смягчения двусторонних отношений и попыток нащупать некие, очень хрупкие и ограниченные, но все же компромиссы. Валерий Славеев, в сайт Федерации приветствовали факт телефонного разговора Путина и Зеленского, как заявил глава Комитета по международным делам Константин Ксачев, диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко будут представлять Киев на встречу советников глав государств стран нормандского формата. Встреча запланирована на 12 июля в Париже, сообщает агентство Униан. Российскую сторону, по данным посольства России во Франции, будут представлять помощник президента России Владислав Сурков. В одном из офисов администрации президента Украины Владимира Зеленского прошли следственные действия. Следователи интересовались протоколами совещаний Совета нацбезопасности времен президентства Петра Порошенко. Об этом сообщает украинское издание главком. Оно уточняет, что обыски проходили в ситуативной комнате совещаний Совбеза. Следователи интересовались введением протоколов заседаний. Особенно это касалось совещаний, которые были связаны с планированием военных операций во времена президентства Петра Порошенко. Зеленский призвал депутатов люстрировать самих себя. Президент Украины выступил за распространение профильного закона на своего предшественника Петра Порошенко, парламентариев, членов Кабмина, бывших глав силовых ведомств и других чиновников. Закон об очищении власти вступил в силу в 2014 году. Согласно ему, иллюстрации подлежат все госслужащие, а также сотрудники органов местного самоуправления времен Януковича. Зеленский предложил ради принять поправки, чтобы под иллюстрацию попали депутаты и чиновники, занимавшие должности при Порошенко. Вот фрагмент видеообращения Зеленского. За меньше, чем за два месяца на посту, особенно после последних поездок по Украине, ощущение одно. Просто не хватает цензурных слов. Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней и понимаю. Это безнадежный диагноз. Белосиние, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые. На самом деле все они одной масти. Им всем фиолетово. Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют себе неприкосновенностью, законивают незаконное обогащение и просто не ходят на работу? Для чего министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят, которые строят дороги только в собственном Фейсбуке и рожают детей в Америке? Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Для чего министр экономики времен Януковича, который называет граждан ублюдками, выбивает из рук телефона и обещает дать им всем попить? Я каждый день ломаю голову. Что с ними делать? Может, обвинять их всех на наших пленных? А можно одеть их в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую? Думаю, меньшее, что можно сделать сейчас, но всегда лишить их возможности участвовать в управлении государством. Спикер Рада Поруби уже назвал Зеленского авантюристом. А предложения нового президента о рюстрации Порошенко и его команда так и останутся предложениями, реализовать их невозможно, уверен глава Центра политического и экономического анализа украинский паритолог Александр Кава. Необходимо вносить изменения в закон о рюстрации, но я думаю, что ни нынешний, ни новый состав парламента такую инициативу не поддержит. Но поскольку возникает простой логический вопрос, кем же эти все вакансии заменить, потому что увольнять чиновников можно, но в Украине есть большая проблема с профессионалами госуправления, которые могли бы эти функции выполнять. В данном случае мы не делаем просто с предвыборными обещаниями Владимира Зеленского, поскольку обещаний с его стороны звучало довольно много, но пока не было достаточного количества реальных дел, которые бы подтвердили, что слова не расходятся с делом. Более того, некоторые его заявления довольно-таки противоречивы, то есть в разное время заявления по схожим вопросам имеют разные акценты. Потому инициатива такая с его стороны может быть, законопроект такой может быть зарегистрирован, но я очень сомневаюсь, что такой законопроект может быть принят. Александр Кава. Тем временем суд Евросоюза отменил санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, его сына Александра и ближайшего окружения. Соответствующее решение, принятое по результатам рассмотрения жалоб бывших украинских воскопоставленных чиновников, среди них сам Янукович, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, бывшего премьера Сергей Арбузов, экс-глава Кабмина Николай Азаров, экс-ген-прокурор Виктор Пшонко и его сын Артем, а также бывший глава администрации президента Андрей Клюев. Сам Янукович уже пообещал добиться наказания тех, кто его преследовал. В свою очередь в Генпрокуратуре Украины заявили, что продолжит следствие в отношении бывшего президента и его соратников.